Поступил такой вопрос, можно ли лечить гипертонию пьянками? Вот смотрите, слово лечить и слово вы лечить. Лечить будем сегодня, лечить будем завтра, лечить будем послезавтра, месяц, год и так далее. Лечим, лечим, лечим. И лечим. Я на тему гипертонии сделал большой видос, такой обстоятельный, обстоятельнейший видос. Выложил, думаю, тема такая вообще-то затребованная. Также есть статья в газете, в моей газете. Я просто-напросто ее прочитал, рассказал, остановился на основных вещах, на что надо обращать внимание, чтобы не лечить, а вылечить. Чисто теоретически возвращаемся к пьянкам. Они делают кровь более текучей, даже снижают какое-то количество ее, небольшое такое количество. И чисто теоретически получается, что кровь становится более текучая, что облегчает прокачку сердца. И можно предположить, что лечить можно. Можно, значит, лечить, но весь вопрос в том, насколько это будет эффективно и вылечит ли или нет. То есть, вот смотрите, что получается. Гипертония, повышенное давление. Мы не воздействуем на причины, которые приводят к тому, что давление повышается крови в системе кровообращения. Мы просто пытаемся, значит, открыть крантик, чтобы выпустить пар, чтобы давление снизилось. Мы вообще-то не воздействуем на сам котел. А почему давление возрастает? Может там, вот если взять аналогию с котлом, может там слишком много дробь отбрасываем, и оно начинает все там кипеть. Пар, давление пара поднимается. Вместо нормального становится более большим. То есть, нету понимания в следующих вещах. Лечить и вылечить. И причины, и следствия. Поэтому вопрос такой, ну, можно лечить, насколько это, знаете, будет эффективно. Трудно сказать. Возможно, кому-то и поможет на определенное время. Так как, будем говорить, в стадии этих, или состоянии гипертонии, огромное количество. Так что, где-то в начале, может, она как-то, как-то и сделать получше. Ну и, кстати, я так вот подумал сейчас, а за счет чего она сделает, вот так вот, как бы сказать, даст помощь. Сначала я говорил о том, что делается кровь более текучей. Это будет способствовать тому, что ее легче проталкивать сердцу. То есть, не надо создавать такое давление в какой-то мере. А вот следующий вопрос, когда человек в своем сознании, именно сознание заставляет, вернее, те процессы, которые происходят в сознании, заставляют сжиматься сосуды, спазмироваться. То есть, человек какое-то эмоциональное там, потрясение переживает, страх, забота, еще что-нибудь, еще что-нибудь такое. Все это там, у него скелетная мускулатура напряжена, мышцы в стенках сосудов кровеносцев тоже напряжены, и он не расслабится, как бы. А тут, смотрите, пиявки, только опа, то есть, сознание переключается у человека с каких-то забот на вот эту вот, на саму процедуру. Вот какая-то тут, можно сказать, неприятная штука, какая-то такая вот непонятная, пускает кровь, сосет или еще что-то там делает. То есть, сознание одно вытесняется другим. И то, что вытеснялось, как раз вот это вот следствие причин. А вот это вот новое, оно не будет так там влиять на, я так думаю, на все эти сосуды, на тонус сосудов. И в какой-то степени именно вот этот вот механизмик будет работать. Но опять-таки, лечить и вылечить, две большие разницы. Значит, смотрите мою статью и смотрите видос, в котором я все это дело разобрал. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!